Дорогие друзья, всем доброй ночи. Мы с вами очень много говорим и обращаемся к различным божествам, различных народов, греко-римским богам, египетским богам, армянским богам, грузинским богам, к богам Африки, к индуистским богам, к различным направлениям магии, афро-бразильское направление, вуду. Одним словом, очень много разнообразных работ я вам дарила, дарю и буду дарить. Но мы мало говорим о богах северокавказских народностей. Ну вот, настало время обращаться и к ним, и объяснять вам, кто они, какие у них функции и прочее. Сегодня мы с вами будем обращаться к даргинскому богу Абдалу. Перед вами духи леса. Ацха, которую вы все знаете, Ликернум. Лесная госпожа, лесная дева. Духи леса – это целая лекция. У меня есть эта лекция. Лесные духи называются. Наберите и прослушайте. Их функции охранные. Но я хочу вам сказать, что духи леса, они издревле отвечали не только за птицы-зверей, которые обитали в лесах, и не только охраняли их. В древние времена люди жили в лесах. Если у них были стоянки, да, древние стоянки, люди кочевали от одного места на другое, они всегда были в лесу возле рек. Лес покормит, вода, естественно, даст силу жизни, потому что человек без воды, никуда и без еды. Кроме всего прочего, первые примитивные, скажем так, селения человека строились, опять же, возле лесов и рек. И вот флора и фауна леса, она охранялась всегда силами леса и до сих пор охраняется. Хочу вам сказать, что, как бы это невероятно ни звучало, но многие люди, которые часто ходят в лес, грибники, те же люди, знающие лес, они всегда оставляют откуп лесным духом. И вот странный случай. Люди неопытные, люди, не знающие язык леса, могут заблудиться, могут вокруг ходить, вокруг, просто по одному кругу и не найти тропинки. Лесные духи иногда являются людям. Некоторым кажется, что это галлюцинация, но потом, когда они видят действительно какие-то шрамы на себе, какие-то следы, они понимают, что это была реальность. Лесные духи могут заманить в реку, и человек может утонуть. Лесные духи могут охранять человека. Расскажу вам один такой случай. Мне рассказал ветеран Великой Отечественной войны. Во время войны они прятались в Брянских лесах. Брянский котёл, он всем известен. Очень много дивизий полегло там. И они, будучи ещё молодыми людьми, ему было где-то 21 год, они прятались от фашистов в Брянских лесах, партизанили. И так получается, что карательные отряды фрицев заходят в лес и начинают не просто стрелять, они у них, как он рассказал, был такой огонь, такое было оружие тогда у них. Не хочу ими называть, настолько мне неприятно этих двуногих вспоминать, потому что они несли смерть. Включали, как паяльник, огонь выскакивает, просто огонь, и как бы палить человека. И поняв, что они не могут партизан найти в лесу, они начали, значит, вот этим огнём ходить по лесу и палить лес, чтобы лес сгорел, и заодно, естественно, их выявить. И он говорит, лес начал гореть, то есть несколько деревьев начали гореть, сухих, сезон, лето. И тут появляется некий человек, старичок, и говорит им, значит, поворачивается и говорит, ребята, бегите вон туда. И показывает рукой. Мы, говорят, вруванули и убежали, и даже не подумали, что, ну, откуда может этот старик взяться, поскольку там никого не было, кроме них, они, значит, эту свою стоянку бросили и убежали в том направлении, в котором он им указал. И пока они бежали, он говорит, такой рёв поднялся, такой жуткий крик в лесу, как будто что-то гудело. Поднялся ветер, птицы начали кричать. И мы слышим, как орут, значит, вот те, которые за ними гнались. Без оглядки убежали, и только через несколько дней у них хватило смелости вернуться, посмотреть, что там есть, разведка. Они вернулись и увидели, что дерево сгорело и спепелилось. Пожар дальше не пошёл в лес. И рядом валяются тела вот тех, которые за ними охотились этим огнём. Как это произошло, как они спалились, как они, значит, что случилось, никто не понял. И они вспомнили, что один из их ребят, который всё время с ними находился в лесу, потом ушёл в село за помощью, он всегда что-то бормотал. Он говорил, что у него дед ведьмак, что надо лес задобрить, что надо, значит, благодарить лес. И даже последний там кусок хлеба, маленький отламливал, относил куда-то. Его ругали, мол, это всё пережитки прошлого, что ты во всякую ерунду веришь. Но он всё время просил лес их охранять. И когда он ушёл, как раз в этот момент вот эта группа карателей пришла в лес. И вот смотрите, что с ними случилось. И он мне рассказывал и говорит, я с тех пор, всегда заходя в лес, благодарю, приношу откуп и прочее, прочее. И благодарил того Мичку, который их этому научил. И он мне сказал, я был в лесах, где просто полно было медведей, лес, значит, медвежий лес. И люди удивлялись, как он заходил в лес и выходил нетронутым, ну, живым. Боялись идти даже за малиной в эти леса. Потому что человек, который нашёл общий язык с лесом, особенно те, кто живут возле леса, они просто обязаны задабривать лес. У этих людей будет благополучие в жизни. Потому что лесные духи, лесные силы, природные боги. Почему их изображают рогатыми? Христианство сделало из них там демонов и нечисть и прочее. Почему они изображаются рогатыми? Потому что они природные боги. Все божества, которые изображаются рогатыми, рога олени, рога, значит, козлиные рога и прочее, это всё природные боги, хранители природы. И поскольку человек жил именно в лесах, то есть в природе, там он, маленькое там селение, например, посреди леса, естественно, он боялся за свой скот, на который нападали волки. Он за свою жизнь боялся, за своих детей боялся. И как бы он оберегал себя тем, что просил, задабривал духов. А древние люди были намного умнее и уважительнее относились к природе. Они серьёзно к этому относились. Они знали, что лес их слышит. И благополучие тоже просили у лесных духов. Потому что лесные духи, они покровительствовали не только животным, живущим в лесу, но ещё и тому хозяйству, которое вёл человек. От лесных духов зависело, будет нашествие волков или нет. Я вам рассказывала, как ведьмы в древние времена в Армении делали гайлакап, то есть связывали волка, чтобы волки не нападали на стада. И это помогало. Это делала моя бабушка, это делали наши соседки. Перед началом всегда, вот ещё в советское время, поднимались они на склон горы и оставались там всё лето. У них там были временные дома, времянки. Потом в советское время построили прям целое общежитие вот в этих горах. Они там жили. Там не было у них света, потому что тогда не было такой возможности ввести туда свет. Они там под лампами и всё такое. Но вода была, была еда, всё нормально. Естественно, там целые стада сотни. А к осени спускались. Я даже в детстве помню, как эти стада спускались просто. Особенно на Кавказе занимались этим азербайджанцы. Вот они вели огромные там стада овец, вели через все селения туда. Спускались люди оттуда. Всё лето оставались. Так надо было. Потом они, естественно, колхозную там норму отдавали этих овец и дальше. Так вот, всем людям, всем этносам Кавказа нужна была какая-то защита нужна была от волков и так далее. Как бы они не проповедовали атеизм, как бы они не проповедовали там одно, второе, как бы они не высмеивали эти все пережитки прошлого, но каждый из них от бабушек, дедушек и прочих знал, каким образом задабривать лесных духов. Даргинцы. Даргинцы – одни из самых древних жителей Кавказа, автохтон и Кавказа. Многие называют Дагестан. Дагестан состоит из многих народностей, дорогие друзья. Дагестан, он разнонациональный. Поэтому Дагестан – это общее название. Там живут разные нации. Цахуры, даргинцы, лакцы, аварцы, нагайцы, кумыки. И, значит, много, не перечислить. И у каждого из этих народов, ну, есть и общность, есть и различия большое. Ну, например, аварцы, цахуры, лакцы и даргинцы – это автохтонные Кавказы. Это их земля изначально, Кавказская Албания или Ахванг, которая потом постепенно раздробилась между другими народами. И вот народы Дагестана, исконные народы Дагестана, даргинцы, цахуры и лакцы, у них был один бог охоты. Но этот бог охоты пришёл в пантеон даргинских богов из грузинского пантеона. Считалось, что грузинская богиня Дали влюбилась в одного из духов обитателей леса Дагестана и родила от него сына, которому отдала оберегать лес, поля, охотников, лечить охотников. Если болели охотники, если болели пастухи, они шли к нему, они относили ему дары, и он их слышал. И вот она родила сына, которого назвала Абдал. Говорят, что лесной дух, от которого она родила, его звали Абби. А её, естественно, дали. И вот эти два имени соединились, и сына назвали Абдал. Хочу вам сказать, что у осетин, у алланов, бог Авсати. В Авсати есть возле горного склона изображение рогатого бога. Авсати, Ацха, Кернун, Керн. Это всё одно божество. Бог лесов, бог охоты. Некоторые его сравнивают с паном. Может, какая-то ипостась и есть, может быть, допускай. Но это немножко разные божества всё-таки. И вот шли к Абдалу, поскольку народы Северного Кавказа в основном были земледельцы и скотоводы, и всё зависело от леса. Землю они обрабатывали возле лесов, эти огромные, значит, плантации. Потом в горной местности, если была какая-либо земля возле рек, они обрабатывали эту землю. Им нужна была защита бога лесов, чтобы не нападали дикие звери на них во время этих работ сельскохозяйственных. Они пасли стада крупнорогатых, мелкорогатого скота, да? И, естественно, им нужна была защита. У них были пастухи, охотники, которые должны были быть под защитой бога Абдала. Кроме того, Абдал мог прийти в облике большого оленя и говорить на человеческом языке, запрещая охотиться в какие-то сезоны. И если кто-то увидел его, говорящего оленя на человеческом языке, который запретил охотникам охотиться в этот сезон, и кто-то нарушил, обязательно этот охотник умрет от своей же пули или от своей же стрелы. Как это получится, неизвестно, но так вот находили охотников, раненые или убитые своей же стрелой. Поэтому никто его ослушаться не смел. К Абдалу приходили, как аварцы называли его, пудуалы. Значит, к нему приходили за помощью. Но к Риму ещё приходили просить богатую жизнь, богатую долю. Потому как духи лесов, они по всему миру путешествовали, шли. Некоторые говорили, что даже играли между собой в какие-то игры и гнали друг к другу из лесов животных, зверей. До сих пор можно увидеть, когда из одного леса в таком, знаете, в страшном ужасе, страхе бежит огромная стада в другой лес. Говорят, что они разменивались стадами животных и гнали с одного леса на другой, обменивались между собой вот этим животным миром, чтобы разнообразить свою фауну и флору леса. Вот такие вот своеобразные духи. И поэтому к лесным духам шли, чтобы попросить помощи, чтобы попросить у них богатство, значимость. Ещё раз объясняю, потому что многое зависело от духов природы. Люди жили возле леса, они просили у этих духов помощи в своих делах, в своих там даже торговых делах. Они шли, задабривали эти силы и просили помощи, чтобы хорошо жить. Говорят, что Абдал ходит абсолютно на Гишон, и если его кто-то видел в таком виде, значит, это к богатству. Уж не знаю, как они там чувствовали себя, когда идёт тебе навстречу рогатый мужик, весь обросший, высокий, абсолютно голый. Не знаю уж, какая радость может быть в душе, но тот, кто видел, радовался, потому что понимали, что это к богатству, к имуществу. Женщина, если видела его таким, значит, она выйдет замуж за богатого, хорошего, любящего мужчину. То есть он таким образом показывал. Хочу вам сказать, что его, вот эти месяцы ограничений, его месяцы силы особой, это август и октябрь. С августа по октябрь нельзя было охотиться, и охотники это знали. Если кто-то нарушал, я говорила, что каким способом он их наказывал. То ли болезнь насылал, то ли наказывал. То есть он регулировал рождаемость животных, запрещая им, то есть охотникам, да, чрезмерно распоясаться. Те, кто был удачный охотник, приносили ему в жертву сердце животного. И когда ели это животное, значит, приносили кости обратно в лес. И сотку с благодарностью оставляли. Считалось, что Абдал должен воскресить и восполнить потерю леса. Вот такой вот интересный ритуал. Теперь, что вам нужно делать, друзья мои? Поскольку полги обитают везде, и они везде нас слышат, и поскольку даргинцы, как один из древнейших этносов, обладают энергией и мощью языка, и, как бы вам сказать, обращение к их богам точно такая же древняя и веками подпитанная энергией народа, то, естественно, в любом лесу вы можете к нему обращаться. Для этого вы должны принести в лес красное вино, сладость, мед, и можно иногда лепешки носить. Но не всегда. Желательно, чтобы это было не летом, чтобы лепешки высохли. Но если вы осенью, там, позднюю осенью сделаете и так далее, можно принести лепешки. А вообще он любит мед и красное вино. Приносите красное вино, открывайте вот эту вот баночку меда, ставите на пенек или ставите под дерево. Вино нужно немножко вылить и оставить остальное, чтобы он забрал. начитать это семь раз, отвернуться и уйти. И через некоторое время вы можете встретить нужных людей. Это делается, этот ритуал, для того, чтобы найти хорошую работу, приумножить свое имущество и стать более удачливым. И этот древний бог, он обязательно вам в этом поможет. Особенно те, у кого нету удачи в бизнесе, у кого нету вот, кому нужны хорошие работники или хорошие знакомства, чтобы как-то устроить свою жизнь. Иногда женщины могут встретить хорошего мужчину после обращения к нему. Итак, приносите в любой день, недели, дня, неважно. Ну, не ночью, конечно, туда ходить. Ставите это все, жертвуйте и читайте стоя возле этого дерева семь раз. Могут птицы начать кричать, ветер может подняться так легкий. Это нормально. Этот бог вас услышит. И он услышит более, чем кого-либо, то есть, чем кто-либо, извиняюсь, для того, чтобы вам подарить определенную удачу в делах, в работе, в бизнесе, привести к вам нужных знакомых. Итак, о, Абдал, щедрый Абдал, ты охраняешь леса и поля, горы и родники, зверей бережешь, пастухов и охотников спасаешь. О, древний лесник, пастух и охотник, защитник Абдал, я прошу тебя, даритель многих благ, отправь в мою жизнь блага мирские, знакомства выгодные, сколько деревьев в твоем лесу, столько добра в мой дом принесу, в свой дом, извиняюсь, сколько золота, столько золота в моих сундуках, столько денег в моих кошельках, столько серебра в моих тайниках, столько меха и шелка в моих закромах. О, сын прекрасной дали, прими мои дары, а взамен все, что просила, мне подари. Заклинаю. О, Абдал, щедрый Абдал, ты охраняешь леса и поля, горы и родники, зверей бережешь, пастухов и охотников спасаешь. О, древний лесник, пастух и охотник, защитник Абдал, я прошу тебя, даритель многих благ, отправь в мою жизнь блага мирские, знакомства выгодные, сколько деревьев в твоем лесу, столько добра я в свой дом принесу, столько золота в моих сундуках, столько денег в моих кошельках, столько серебра в моих тайниках, столько меха, шелка в моих закромах. О, сын прекрасной дали, прими мои дары, а взамен все, что просила, мне подари. Заклинаю. О, Абдал, щедрый Абдал, ты охраняешь леса и поля, горы и родники, зверей бережешь, пастухов и охотников спасаешь. О, древний лесник, пастух и охотник, защитник Абдал, я прошу тебя, даритель многих благ, отправь в мою жизнь блага мирские, знакомства выгодные, столько, сколько деревьев в твоем лесу, столько добра я в свой дом принесу, столько золота в моих сундуках, столько денег в моих кошельках, столько серебра в моих тайниках, столько меха и шелка в моих закромах. О, сын прекрасный, дали, прими мои дары, а взамен все, что просила, мне подари. Заклинаю. Итак, древний даргинский бог Абдал пусть принесет вам удачу. Хочу сказать, что это божество до сих пор у цахуров есть, но его, для того, чтобы, наверное, не обидеть свою новую религию, они переименовали в святого. То есть, они перевоплотили его в некого святого старца, который невидимо охраняет леса, горы и поля. Невзирая ни на что, в любом случае, кавказские народы, как верили в своих древних богов и в древние силы, так и верят. Просто на этой почве построили, скажем, новую философию, но они, как верили, во все приметы, во все свадебные и похоронные обряды, и обряды рождения детей и так далее, они все это точно так же соблюдают, как много тысяч лет назад. Всем удачи и всех благ!